Погорельцы села Мокок Цунтинского района ищут поддержку в Рио главы Дагестана Владимира Васильева. Около 120 пострадавших устроили митинг на площади перед домом правительства. Дело не обошлось без конфликта и рукоприкладства. Подробнее Хамзанур Магомедов. Второй год, как пострадавшие сидят без крова и денег. За это время погибли около 10 человек. Холод, болезнь и нервный стресс от беспокойства за маленьких детей сыграли плачевную роль. Отчаявшись получить помощь и поддержку от экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, Погорельцы надеются, что их услышит новый в Рио Владимир Васильев. Выживаем, можно сказать так, выживают люди. Вот никак не имущество, ни компенсации, ни грамма не получали. Многие, собравшись сегодня, оставили родное село, где веками жили их предки и разъехались кто куда в надежде прокормить себя и своих родных. Абдурахман Османов занял денег в долг, чтобы жить в маленькой однокомнатной квартире со своей семьей численностью в 10 человек. Его в глазах отражаются все скорбь и печаль. У меня умерла жена недавно, вот месяц. По поводу... Из-за того, что нет условий... Нет, не было условий. Холодный дом был. Вообще жить невозможно было. Умерла жена. У другого погорельца Микаэла Курбанова сгорело два частных дома. Он потерял миллионный бизнес, но никто так и не обратил на него внимания. Говорят, всякие причины. Ну, толком ничего не решается. Вопрос с мертвой точки не сдвигается. Ну, мы хотели вот попросить главы, временную исполняющую обязанность главы республики Владимира Абдулевича, оказать нам содействие, помощь, всевозможную. И просим еще выделить земельные участки для строительства домов. Так как в селе уже нет возможности возводить новые дома. Потерпевшим подошли сотрудники правопорядка и запретили раскрывать плакаты, а пожилому человеку выходить на одиночный пикет. Он имеет право, где хочет находиться, отпусти человека вон на одиночный пикет. Значит, вы провоцируете. Значит, для МВД не существует закон, потому что по виле МВД уже люди полтора года находятся на улице. Дело дошло до рукоприкладства и угроз. Один из полицейских приказал забрать возмущенных в отдел, но народ встал и дал отпор. Пострадавшие возмущаются. Они говорят, что после пожара получили только 5000 рублей единовременной выплаты на человека. А затем возникли еще проблемы с формированием списков, так как миграционная служба не подтвердила часть пострадавших. Рассчитываем Всевышнего. Аллах может поможет на нового президента. Может, он поможет нам что-то делать. Жителям Макока представитель Васильева объяснил, что не гарантирует встречу с главой именно сегодня. Он отметил, что это вопрос федерального уровня и не все зависит от Васильева. Но жители села поставили ультиматум, что они никуда не уйдут, пока не встретятся с вреуглавой Дагестана. И по последним данным, погорельцам так и не удалось встретиться с вреуглавой Дагестана Владимиром Васильевым. Как сообщает источник, сотрудники полиции провели задержание наиболее активных участников пикета. Это 10 человек, в их числе руководитель инициативной группы Магомед Саидов. Мы же будем следить за развитием событий.